Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! Ровно 4 дня я не снимала для вас мукбанков, но для вас все равно выходил контент на канале, потому что были видео из запаса. А сегодня я снимаю видео, которое выйдет прямо сегодня. Запасы закончились, я и косела наконец-то снимать мукбанки. Сегодня надо постараться два мукбанка снять, один сейчас, другой вечером, вот, чтобы были видео. Тут так удобно, когда у тебя есть запас, это прям нечто. Ты можешь просто не снимать. Например, есть настроение снимаешь, нет настроения не снимаешь, есть тема для разговоров, разговариваешь, нету, молчишь. Итак, сегодня у нас пельмешки и обалденная пицца домашнего приготовления. Приготовила ее я сама по рецепту моей мамочки. Рецепт обязательно будет в инфобоксе, также обязательно оставлю рецепт на пельмешки. Просто идеальные пельмешки. Вы их варите даже долго, и они не разваливаются. Обязательно переходите. Итак, давайте приступим. Приятного вам аппетита, если вы тоже кушаете вместе со мной. Пять с плюсом. Знаете, почему мне нравится больше домашняя пицца? Потому что она толстая, потому что здесь много начинки. Здесь столько начинки, сколько я сама положу. Помидорка, колбаска, оливочки. Что меня расстроило вчера? Когда мне было лет 10-12, я смотрела «Дом 2». Я была просто ярой фанаткой. У меня еще была подружка, она тоже смотрела «Дом 2». В тот период на «Доме 2» была пара «Люлия Салибекова». Нет, девичья фамилия у нее какая-то другая. В общем, были две близняшки. Одна из них забеременела, потом вышла замуж. Я «Хочешь, не хочешь» следила за их семьей, потому что было интересно. У них уже было трое детей. И они решили развестись. Точнее, жена решила развестись. Такая красивая пара. И, с одной стороны, становится так грустно, что большинство пар, созданных на «Доме 2», все разводятся. Все. Я не знаю, возможно, это просто статистика. И в реальности тоже так же. Но прямо на проекте то, что создается, как выходит за проект, все разваливается. А эти прямо долго держались. Вообще, сейчас «Дом 2» стал максимально неинтересным. Участники неинтересные. Я не знаю, возможно, режиссер как-то все. Многие писали в комментариях, когда я говорила, что «Дом 2» стал неинтересным, что просто сейчас у нас очень много выборов, очень много контента, поэтому мы его просто не смотрим. Ну, нет. Старые выпуски я смотрю, и мне интересно. В Инстаграме есть страницы, которые выпускают старые интересные выпуски. Я знаю даже, чем закончится история, но я все равно смотрю, и мне интересно. Наверное, у каждого проекта есть свое время. Я сначала, когда увидела просмотры «Дома 2» на YouTube, немножко ужаснулась. В том плане, что раньше их видео набирали, например, по полмиллиона, минимум 300 тысяч, а сейчас каждое видео набирает по 30 тысяч просмотров. Кому интересно, загляните, посмотрите. Первое, что мне пришло в голову, так как в России нет монетизации, я подумала, что они отключили Россию, закрыли доступ для России. Так, кстати, можно делать. Если, например, ты не хочешь, чтобы твое видео смотрели бесплатно, либо пусть все ходит через VPN, либо вообще не смотрит твой контент, а смотрит только после того, как монетизацию включит. Я сначала подумала, что оно так и есть. Почему я так подумала? Потому что резко так упасть просмотры не могут. Упасть просмотры в 10 раз, в миг, как-то странно, как минимум это. Потом кинула видео папе, и говорю, у тебя открывается это видео, а он в России находится. Он мне описал, что там за картинка, я поняла, что у него открывается. Папа мне такой, говорит, здесь девушка какая-то в белой шубе сидит, на каких-то досках. Какая пицца вкусная, я даже на пельмешки не переходила, настолько вкусно. В общем, они разводятся, и решили это все обсудить на Доме 2. Я считаю, что это ошибочное решение, конечно, не стоило. Сколько бы не предложил Дом 2, все равно не стоило, так как все равно есть дети. Зачем это надо? Все грязное белье обсуждать там. Ну, возможно, им предложили очень крупную сумму денег. И, в общем, разбираясь в этой теме, они рассказали о том, что у них 5 квартир в Москве. Читая комментарии, я немножко ужаснулась. Все в шоке. Блин, как у них 5 квартир, я одну купить не могу, откуда деньги? Халявщики. Есть у них 5 квартир, поверьте мне. Значит, они заслужили. И наверняка вы не смотрели за их жизнью, не следили. Я не могу сказать, что Юля прям так транжирила деньги. Она тратила деньги только на самые необходимые, не покупала особо брендового ничего. То есть человек, чтобы добиться этого, должен в чем-то себе отказывать. И, на мой взгляд, она просто отказывала себя. Меня очень мотивируют такие люди, которые могут себе сказать в чем-то нет. и не бегут покупать, все сломя голову. И человек, который в определенный период жизни смог себе отказать в некоторых вещах, теперь до пенсии может вообще ничего не делать, просто сдавать эти квартиры и жить на эти деньги. Ну, сейчас у них там раздел имущества и все дела. Просто жалко, что такие красивые пары расходятся. Сейчас многие, наверное, пишут, что это типа хайп и так далее. Честно, я не верю в то, что это хайп, потому что эта история длится уже давно. Но я как-то вижу в этой истории искренность. Мне кажется, действительно, там какие-то проблемы. Действительно, люди разводятся, и такое бывает. Напишите, пожалуйста, в комментариях, смотрели ли вы когда-нибудь Дом 2 и верите ли вы, что там можно найти свою любовь. Дело не об альтернативе, которая сейчас есть. Дело просто в том, что проект сам изменился. Очень сильно изменился. Мне кажется, все вообще меняется. Например, раньше я снимала челленджи. Прошло время, и мне уже не хочется эти челленджи снимать. Просто, ну, не нравится уже. Как будто я выросла. Хочется уже снимать что-то другое, более интересное, более сознательное, о чем-то рассказывать. Хочется в жизни, чтобы были какие-то новости, о которых вам время от времени вещать, о чем-то советовать, что-то показывать, рассказывать. В последнее время много снимаю для бумажного канала. В общем, в какой-то степени мой канал-то тоже какая-то передача. Мне некоторые пишут там в комментариях, но редко, конечно, проскальзывают такие комментарии, но бывают. Когда будет мукбанг с подписчицей. М-м-м, кстати. Чуть не забыла. Насчет вещей, которые я хотела продать, точнее, хочу продать, я решила просто чисто для пробы выставить их. У нас есть такой сайт, как у вас, Авито. Я решила выставить туда. Я поставила скриншот платья, которое на шейн стоит 20 долларов и свою цену 5 долларов. Загрузила много фоток. И что вы думаете? Из 10 моих вещей уже 2 вещи проданы. То есть я хотела снять видео и показать эти вещи вам. Но я думаю, если так пойдет, я смогу это все продать даже без видео. То есть неохота снимать. Просто сфоткала, выложила. Я, честно, даже не ожидала, что так легко можно продать. Видать, наверное, дело в том, что уже про шейн знают все. И все знают, сколько действительно стоит это платье, когда оно в 4 раза дешевле, почему нет. Сегодня в 6 должна приехать девушка и забрать. Она не подписчица мне, я ее практически не знаю. Так просто в сантиметрах я ей указала там все параметры. И вот два платья они как раз на летом она приедет, заберет. То есть можно было, конечно, снять видео и все дела. но дело в том, что и так, и так продается, поэтому необходимости так снимать видео особо нету. Два платья уже ушли. Одно платье я, кстати, передумала продавать. Оно очень короткое, я поэтому хотела его продавать. Сейчас я смотрю, все так ходят. то есть девчонки ходят в очень коротких платьях. А чем я хуже? Некоторые мои зрительницы из Дагестана, там, не знаю, из других стран, из Чечни мне пишут, Алька, как ты так коротко одеваешься? Вы просто, наверное, никогда не были в Баку. У нас по Менделизету мы очень схожи с казахами, мне кажется. В последнее время я начала смотреть одну казашку казахского блогера. Она безумно красивая, этот разрез глаз, такая милая. Я смотрю, что у нас с ними очень много общего. Хоть они тоже мусульмане, но они не сильно придерживаются всех этих правил. И все люди, которые пишут, я откровенно одеваюсь, погуляйте просто под торговой. Посмотрите, как люди одеваются. Вообще, я заметила, что в последнее время мне нравится смотреть блогеров из других стран. То есть, мне не нравится смотреть наших. не потому, что они плохо снимают, или мне не нравится контент и так далее. Нет, дело абсолютно не в этом. То есть, у нас очень много хороших блогеров, хотя большинство, если честно, я все-таки не знаю. просто интересно наблюдать за человеком, который живет в другой стране. Интересно посмотреть, как у них все это устроено, например. Сравнить со своим местом проживания, где лучше. Пельмешки просто то, что надо. Очень вкусно. рецепт я вам оставлю. В описании обязательно переходите. Ой, какое длинное видео получилось. 18 минут. Если вам понравилось это видео, то обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Если вы тоже любите Дом 2, точнее, любили Дом 2, пишите в комментариях, кого вы любили больше всего. Субтитры сделал DimaTorzok